так вас нет осталось пропускаю до следующего раза вот это пропускаю где-то пропускаю свое видение дурацкого локального полива дурацкого подлого предательского тоже пропускаю там еще успеем кстати муравейника есть муравей метеролог вы знаете об этом вы вот эти вот я сказал пропускаю 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 а вот это я скажу у меня еще два сутки есть прием на работа телеканал следующий раз это я обращаюсь к руководителю телеканала он сменил телеканал бобер в этот получше потому что там нет этих идиотских совершенно приемов которые были только в пьяном бреду может это вы понимаете где это тоже хоть что-то надо хоть чуть-чуть понимать а там пьяный бред который я даже не встречал 19 веке вообще такое было а это телеканал который мы сменил усадьба там более-менее то просто старыми приемы которые как сказать больше вреда чем пользу или просто вредят но не смертельно сегодня показали опять обтирание тем самым а это самое шпателем да что это такое и вот я говорю если вот это вот я буду выбрать все дальше поступает человек мне давали землю законе было сказано всем желающим ельцин давал а когда пришел в шушенский район мне сказали ладно мы вас отправляем заместителю заместителю председателя шушенского исполком или как он там администрации по сельскому хозяйству он у вас примет экзамен я домой я в библиотеку тогда не было других сосек я неделю зубрил зубрил и до сих пор помню и я к нему землю это долго рассказывать короче дали где от армии нужен никому вот экзамен сдал и на всю жизнь многое запомнил из классического садоводства об этом мы ниже поговорим но я просто говорю может меня услышат руководители телеканал вы впредь когда будете набирать специалистов пожалуйста устроить им экзамен вот потому что предыдущий который в этом место занимал вы заняли место телеканала бобер когда был бобер вот эта дама абсолютный нуль точнее на абсолютный минус потому что только вредила в наших глазах отрезала штук 40 вот таких веточек а следующих кто еще захочет туда или она к вам попросит она еще молодая еще может и нужны серебряники вот вы заставьте что кипы и плодовых образований кольчатка капецо плодовый прутик плодуха листовая почка вот место где прикрепляется плод вот ну я так все через через одно вот люди все вот это вот вот так вот сделаете вот так вот вот так вот вот теперь понятнее да это я не догадался а потом давайте работу чтобы она всю страну не учила уничтожать деревья понимаете я серьезно говорю все дело прошлое вот но я никто не сказал что ты делаешься очень страшно скажете жестоко но она сама напросилась ну как можно не знаю ничего даже этого лезть учить нас пусть сажать деревья а за ней вот это ее подруга старшая кабинет наук вот чего правильно деревья искалечены давай теперь заметьте не лечить здоровое деревья чтобы не заболели а калечить деревья и сколько я видел ваших фильмов они все больные как вы их не лечили вы их добивали уничтожали добивали уничтожали я туда вспомнил еще раз фильм о сикольчики царлья чаплин ходит берет нет мальчишка беспризорник берет окна на чарлья чаплин ходит стекляет его высыт вот это мама одна коричь и другая потом якобы лечит вот это про вас пропускаю страшная фраза которая столько вреда стрели принеса если ты мирязев сдал бы это тоже самое как это самое физики первой половины двадцатого века открыли цепную реакцию придумали атомную бомбу и она заработала раньше чем заработали атомную электростанцию вот уничтожили сотни тысяч японцев страшное горе страшная беда и никто не чихнул вот это бывает такое что наука не на пользу и вот здесь бедный тибирязев если бы он знал что сделать с его учением но все что вы 206 смотрели это как раз про это а я еще потом пропускаю вот это не могу пропустить это мой друг я в сад великого садовника вхожу где жизнь единства всех пространствуется я в душа родственные семена любви сажу я сам садовник только мне учиться и учиться 9 февраля Сергей Иванович Юферев он потом мне еще посвятил личные стихи вот так вот если бы они знали вот это вот прошло сотни миллионов лет пока дерево приняло совершенную форму что ты творишь почему тебя никто не остановит ну усил от иностранной языки вот ну внешность у тебя такая язык подвешен или дерево умирает и перед этим покрываются мхи лишайники грибы или все равно вырастут только отойди от него оставь покой она не умерла еще гуси быть сильнее гуси тупая работа ради того чтобы полчаса занять внимание людей у которых к сожалению никто секаторы не отнимет никто не отнимет секатор они вот повторять повторять потому что они уверят они думают что высота доводят пропускаю совершенные деревья так калечит может быть пропускаю хотя интересная тема пропускаю полмиллиона участников пропускаю вот как на одном дереве могут быть и груша и яблоко и персик а почему так нам это самое проходит эти номера а мульти деревья почему вы их покупаете чтобы у вас на дерево яблоко и персик вырос на одной ветке яблоко да потому что ни хера это самое не научили людей в школе в институте даже в институте самая настройка персик в мире знакомьтесь пропускаю 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 сейчас бы что-нибудь очень важное вам сказать это будем изучать вот в этом уткнуть бы этих самых бы пропустить эти миряки господи что они творят что творят ну тоже пропускаю уже было это вот это изучать будем одной савинич мало для того чтобы все это на всю страну вот она как можно учить обрезки делать ну как чем мозги почему они этого не знают так увечить деревья уже несколько десятков публикаций я видел где вот это вот и вот это вот а просмотр там в сумме миллионы ну это понятно и если я почувствовал себя лучше от того что я начал по нескольку орешков разбивать и кушать вот то и вам советую орешки разбиваются вот таким образом это как бы специальная учебная фотография вот ну про это остальное вы уже знаете так пропускаю вот это вот у меня штук 6-8 веток это название оставляю загадка я не знал господи ну сегодня что не похоже что это за слив это такая ой боже вкуснее ничего в жизни не ел вот первый урожай три штуки оставляя название загадка штук 6-8 веточек вам продам по 200 рублей да я теперь любаясь к 200 рублей вот и то еще для 390 деревьев ну когда еще погибнет после этого риск огромный но мне ваши 200 рублей нужны вот так бывает ну не ошибся же у меня из вас человек за два года человек 20 купила ветки под названием слива загадка вот лотерею сыграли и выиграли представляете что у вас будет это не слива это чудо какое-то это я пропускаю пропускаю вот тут женщина которая у меня купила книги да книги потом еще догонку купила 100 костей абрикоса и хотела еще прикупить вот такое письмо получил вот и получается она засомневалась в чем сомнение сумма большая значит получается довольно много семян в основном косточек да уже 100 прикуплено а деревьями 3 метра допустим она предполагает а куда ж такое количество я всегда говорю если вы купили 100 костей это у вас не значит что деревья будет их может быть 90 50 30 может быть 3 но даже 3 дерева окупят это если только всего они дойдут до плодношения махом окупят вот невозможно предсказать потом я это будет совет всем и тем кто будет заниматься промышленным садом меня спрашивают можно или можно на рискован я нашел компромисс не засаживать 5 гектаров вот я надеюсь отговорил того человека который хотел купить питомники по 200 рублей хотел купить 2000 этих самых саженцев заплатил за них 400 тысяч всего надеюсь отговорил потому что настолько все ненадежно тем более они сразу должны на все гектары расползти прошу прощения еще один садовой будущей пришел ко мне власти так дальше получается так я нашел компромисс потому что ответственность огромная на мне и что потом все неудачи на меня испишут вот особенно такие люди которые скажут вы на м или вы на п так а я всегда говорю начинаем нескольких суток все это вместится садить допустим как помидоры может даже чуть-чуть гуще вот лучше остается навсегда да а вот кто видел фильм буквально вчера снял я как раз ходил по такому саду это бывший питомник и деревья не подвели они дали мне такие урожаи что они немыслимы они невозможны вообще вообще просто вот не может такого быть и все там на месте остались десятки если не сотни тысяч костов сад то небольшой только что это особый и вот получается это потом а пока чтобы он уместился сад на нескольких ну я показывал фотографии показывал питомник железов показывал Сергея и тогда получается что поливать легко если надо опрыскивать а я всегда говорю садиться обязательно опрыскивать тоже легко ну что такое несколько соток вот ухаживать за ними питомник первый год надо тяпать куда деваться тоже легко несколько соток и наконец охранять тоже легко а потом он начинается расползаться пересаживайте сами себе да лучше бы без пересадки но на несколько гитаров посадить на постоянное место вы замучаетесь потому что эти несколько гектаров помните целый список начиная с трактора трактор с навесным оборудованием трактор с поливами еще там насос колодцы вот в общем довольно сложно если вдруг дело пойдет знаете помните поговорку то самое страшное в нашей стране беда это урожай это правда я это тоже проходил вот и так получилось что не ну даже если у вас всего пять соток десять не надо бояться лишнего и лишнего это потом то я убираю